Машка Маша Маша Что Лаврова бровки нахмурила? Темп во второй части. Там нужно было быстрее играть. Иннокентий Францович, можно мы еще раз попробуем? Я же говорила, зануда и выскочка. Марк, а ты как думаешь? Если Маша хочет, мы можем еще раз сыграть. Трудолюбие, упорство, вне всяких сомнений, очень ценное качество для музыканта. Но, Маша, во всем нужно чувство меры. Это как вкус. Никогда не должен изменять. И вы тоже, племя молодое и незнакомое, запомните это. Иннокентий Францович, мы не устали. Правда же, Марк? Нельзя перенапрягаться перед конкурсом. Так, Лаврова, живо, ноты в папку и бегом в парк на свежий воздух. Марк, в самом конце первой части, где переход на стакката, ты опять сбился. Поэтому мы просели в темпе. Но я же не на вас что-то такое красивое. При чем здесь это? При том, что я не могу ни о какой музыке думать, когда ты рядом. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я тебя люблю. Только это чувство мне не мешает, а наоборот помогает играть. Ну, может потому, что мужчины и женщины по-разному устроены? Маш, у меня предки на дачу уехали на два дня. Я подумал, может, мы могли бы вдвоем побыть? Марк, зачем ты опять эту тему заводишь? Зачем? Угу. Потому что мы два года вместе играем. Мы год встречаемся. А продолжаем за ручки ходить. Не нравится, можем не ходить. Почему только после свадьбы? Разве это важно, когда это случится, если люди любят друг друга? Марк, для кого-то может быть и не важно. Для меня важно. Понимаешь? Мой автобус, я побежала. Все, пока. Пока. Позвонишь вечером, хорошо? Ты сегодня отлично играл. А Маша недовольна. Ой, ты как будто ее не знаешь. Просто выпендривается. Нет, она не такая. Ты просто этого не замечаешь? Слушай, а пойдем в парк? Профессор прав, тебе надо отдохнуть перед конкурсом. Привет, девчонки! Привет! Как там дома? Ой, там такое. Мама праздничный ужин готовит. И на всех ругается. Вот что-то делать надо, так никого нет. А папа где? Папа? Дома. Только он занят. Чем для бабушки делает? Побегу, выручай твою маму. Маш, а можно я не поеду в этот дурацкий лагерь? Ну вот Нелли же никуда не отправляют. Сонечка, знаешь, я такие вопросы не решаю. Потому что я всего лишь твоя тетя. Мама с папой главней. Да, Нелли? Маш, мама не разрешает мне больше музыкой с тобой заниматься. То есть как? Почему? Она говорит, что бесплатно уже стоит доходить. А платить за занятия мы не можем. Послушай меня. Я позвоню твоей маме, и мы обо всем с ней договоримся. Хорошо? Надюш, привет. Привет. Представляешь, Неллина мама запретила ей со мной заниматься. Ну, говорит, что бесплатно неловко. Но я ее уговорила. Ну надо же. Неужели разрешила? Ой, Машка, ты у нас уникум. Мне кажется, это она должна была тебя уговаривать, а не ты ее. Надя, ты не понимаешь, у девочки абсолютный слух. За что ты у нас все понимаешь? Ты зачем всю морковку съела? А ну давай еще нарезай. Так, Машка, привет. Какая ты у нас красотка сегодня. Ну-ка давай, передай привет маме. Мамочка, привет. Вот это две очаровательные дочки нашей именинницы. Вот старшая Надежда. Надежда. Между прочим, моя любимая жена. Сереж, ну не надо, ты ж знаешь, я этого не люблю. Умница, красавица и подающий надеждой молодой ученый. А вот это наша младшенькая Мария, тоже умница, тоже красавица. Скоро станет всемирно известной пианисткой. Да, она радость именинницы, но и нам тоже. Так, девочки, встаньте сюда. Вставайте, встаньте. Давайте, расскажите что-нибудь маме. Давайте. Мамочка любимая, мы поздравляем тебя с днем до его рождения. Ты у нас самая лучшая. И мы тебя очень, очень любим. Так, ну и я со своей стороны присоединяюсь к поздравлению. Мы вас любим. Ура. АПЛОДИСМЕНТЫ С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днём рождения, Мара! С днём рождения тебя! Боже мой, я чувствую себя девчонкой. Торты, свечки, мои родные, самые любимые, самые близкие мои люди. Спасибо вам. Вот о таком, именно о таком днём рождения я, я всегда мечтала. Только папы с нами нет. Сейчас вылетит птичка. Молодцы. Получилось. Маша, не спишь? Ты что-то хотела? Мама, мама, что-то случилось? Да нет, нет, всё в порядке. Машенька, скажи, а у тебя с Марком всё хорошо? Почему ты спрашиваешь? Да так показалось. Ты же в дневник писала сейчас, да? Я давно заметила, когда ты о своём дневнике вспоминаешь, значит, что-то тебя беспокоит. Правда? У нас всё хорошо, мама. Просто Марк, он очень торопится. Ну, ты понимаешь, о чём я? Да, понимаю. Я ему сразу сказала, что до свадьбы у нас ничего не будет, а он… Послушай, скажи мне… Скажи мне, ты его любишь? Да… Люблю… Наверное… Так, наверное… Так, наверное… Или любишь? Послушай меня, доченька… Вот если ты не уверена, что Марк это тот самый-самый-самый… Тот единственный твой на всю жизнь… Не надо торопиться, хорошо? Машка, у тебя ещё всё-всё-всё впереди… А температурный режим в реакторе с клетками проверяли? Трофимов сказал, что всё в норме. Ну, что-то же мы всё-таки не учли, раз это произошло. Да, мне тоже очень хочется узнать, что же там произошло, если людей в шесть часов утра на работу дёргают. Мам, ну я же тебе говорила, этот эксперимент – это полгода нашей работы. Сейчас он под угрозой срыва. Мне всегда было интересно, чем вы там занимаетесь. Ну, я же тебе рассказывала. Мы изучаем законы, по которым существуют и делятся клетки человеческого организма. Морфогенез называется. Сейчас мы хотим понять, почему эти клетки ведут себя не так, как мы предполагали. Серёженька, ты потом об этом и маме расскажешь. Давай, побежали. Хорошо, побежали. Ой, подождите, а как же Сонечка? Сегодня же заезд в лагерь. Ну чего, завтра отвезём. Я позвоню директору лагеря и договорюсь. Нет, Серёжа, это очень плохая идея. Сами подумайте. Дети сегодня встретятся. Они познакомятся, подружатся. И что? Когда Соня приедет, она будет ходить в этом лагере одна. Между прочим, она и так туда ехать не хочет. Мам, ну сегодня у нас никак не получится. А давайте я с Машей её отвезу. Если ты, конечно, машину дашь. Конечно, да. Только, Анна Ивановна, я вас прошу, пожалуйста, поосторожней, хорошо? Я машину водила, когда ты ещё под стол ходил. Да, у меня двадцать лет водительского стажа. Малочка, спасибо тебе большое. Я прям не знаю, что бы мы без тебя делали. Мамочка, поцелуй это на Сонечку, когда проснётся, ладно? И скажи ей, что мы завтра к ней обязательно приедем. Хорошо. Хорошего дня. Сонечка, милая, укачала? Давайте открывайте дверь, проветрием. Сонечка, милая, укачала? Давайте открывайте дверь, проветрием. Соня, родная моя, ну, послушай меня. Я не хочу никого слушать. Вы всё предатели, и ты предательница. Обещаю, если за год ни одной тройки не плачу, то не поеду в этот дурацкий лагерь. Подожди, Соня. Разве я тебе такое обещала? А теперь пообещаю. Слово дам. Какое? Побудешь в лагере ровно неделю. И если тебе не понравится, я обещаю, что я сама приеду с тобой, тебя сберу. Мама с папой не разрешат. А я у них даже спрашивать не буду. Ты же знаешь, что если я что-то решаю сделать, я делаю. Чеснопречеста заберёшь? Слово даю. Ну что, поехали. Поехали. Сокремление. Да, алло. Да, это я. Дорожная служба? Да, это моя машина. Что случилось? Как авария? Где? Где? Субтитры делал DimaTorzok Мам! Мам! Что с моей ванной? Ну, скажите что-нибудь! Мам! 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 Мы же пойдем подождем Надю с Сергеем возле выхода. Пойдем. Мам! Мне поставили новую партнершу. Таню Грачевскую. Таня хорошая пианистка. Репертуар наш наизусть знает. Она же на всех репетициях сидела. Маша, честное слово, я не хотел. Я сказал, что без тебя никуда не поеду. Так директор разорался. Честь училища и все такое. Под конец вообще добавил, что если я откажусь, меня отчислят. Марк, ты должен ехать. Мы же столько готовились и что получается все зря. Ты победишь. Вы с Таней победите. Сделай это ради меня. Хорошо. Если ты так хочешь, я поеду. Ради нашей любви. Тут такое дело, Маша. Нам предложили работу в столице. Современная лаборатория. Мы о таком даже мечтать не могли. Здорово. Маша, ну ты ж понимаешь, от таких предложений не отказываются. И мы очень хотим, чтобы ты поехала с нами. Ну заживет твоя рука, будешь учиться в столице. На когда назначили операцию? Врач сказала, что оперировать будут после того, как снимут гипс, а это где-то недели через две. Ну? Потом реабилитационный период. Ну вот. Через месяц можем ехать все вместе. Ты, я, Сережа, Сонечка. Мы же одна семья. А тебе как же, Марк? Училище. Иннокентий Францевич. Ну что, доктор? Пальцами пошевелите, пожалуйста. Пальцами пошевелите, пожалуйста. Немножко больно. Это нормально. Со временем кисть разработается. Доктор, я же вижу, что вы что-то недоговариваете. Все основные функции восстановятся, но вы должны понимать, речь идет только о бытовых навыках. Вы хотите сказать, что теперь я не смогу стать пианисткой? Мне жаль вас огорчать, но вам нужно подумать о другой профессии. Играть вы, конечно, сможете, но только на любительском уровне. Музыка СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Тигрэш. Сенсацию года. Маша, попробуй, Марк, но мы снова на сцене. Весной поедем в Прагу на конкурс, и там мы всех порвем. И мы бы сейчас порвались, если бы ты поехала, Аня Грачевская. Ну чего ты? Ну это же здорово, мы снова дуэт. Марк, врачи сказали, что я никогда не смогу играть так, как раньше. Но врачи могут ошибаться. Вот ты где. А я тебя по всему училищу-ищу. Выйди, нужно поговорить. Давай попозже, я занят сейчас. Ну хорошо. Раз ты занят, тогда вот. Что это? Справка от врача. Я беременна, Марк. Поздравляю тебя. Маш, иди ужинать. Что-то случилось, Маш? Я еду с вами. Вот и правильно. Вот и молодец. Нечего тебе здесь одной оставаться. Ну, ну, ну что ты? Ну что ты? Чем заниматься-то хочешь? Пока не решила. Но точно не музыкой. Играть я больше не смогу. Послушай, Машенька. Вот только не надо меня утешать, Иннокентий Францевич. Мне врач уже все по полочкам разложил. Что это у вас за молодежь, за привычка старших перебивать? Ты, Лаврова, моя лучшая ученица. И поверь, мне очень больно, что твоим, да что там говорить, моим надеждам не суждено сбыться. Я тебя очень хорошо понимаю. Сейчас тебе кажется, что жизнь рухнула. Ты потеряла маму, потеряла мечту, тебя предал Марк. Но ты справишься. Ты сильная. Ты просто сама еще не знаешь, какая ты сильная. Ты лучше всех. Ну и что? Какая теперь разница? Вы говорили, что нужно идти к своей цели. Добиваться ее. Я шла. А теперь, что теперь делать? Цели в жизни могут меняться. Когда все уляжется, ты увидишь, что перед тобой открылись новые возможности. Хотя сейчас тебе в это трудно, даже невозможно поверить. В жизни, девочка, много дорог. И ты обязательно найдешь свою. Спасибо. Спасибо. Дорогие дети и родители, я прошу тишины. Я поздравляю вас с началом учебного года! АПЛОДИСМЕНТЫ Коллеги, мне только что звонили из департамента образования. По итогам прошлого года министерство образования удостоило нашу Марию Лаврову почетным званием Учитель года! Поздравляю! Мария Алексеевна, я вас поздравляю. Мы вами очень гордимся. Каждый год на это звание претендуют сотни педагогов нашей страны. И, конечно, для нашей музыкальной школы это большая честь. Я очень надеюсь, Мария Алексеевна, что вы оправдаете доверие. Обещать не буду, но постараюсь. Ну что же, церемония награждения пройдет через неделю. А сегодня к нам приедут телевизионщики, чтобы подготовиться к съемке. Я очень, очень рад. Спасибо большое, Анатолий Францович. Не знаю, что бы со мной было, если бы не ваша поддержка. Коллеги, к сожалению, есть и не очень хорошие новости. Министерство образования сократило нашей музыкальной школе дотации на бюджетные места практически вдвое. Коллеги, убедительная просьба ко всем. К понедельнику подготовьте мне списки бюджетников, которые пойдут на сокращение. Ладно, тогда я буду заниматься со своими детьми в свободное время. У вас, видимо, очень много свободного времени, Мария Алексеевна. Я надеюсь, вы понимаете, что эта инициатива вам не будет оплачена. Отлично, понимаю. Но решение своего не изменю. Микрофон поставим сюда. Вначале запишем синхрон, а потом я возьму интервью. Да? Хорошо. Ну, а вот и наша героиня собственной персоной. Здравствуйте, Андрей Дмитриевич. Здравствуйте, Мария Алексеевна. Я набросал вопросы для интервью. Мы можем где-нибудь обсудить? Да. Сейчас свободна двадцать седьмая аудитория. Возьмите ключ на бахте. И да, Мария Алексеевна, Валерий Петрович звонил, просил, чтобы вы завтра часов в десять явились к нему. Ктиченко? Зачем? Ну, вы у нас теперь знаменитость. Думаю, что хочет поздравить лично. Хорошо. Ну, что, ты подумала? Андрюш, послушай. Я не хочу ничего слушать. Сейчас или никогда? Нет, ты все-таки послушай. Петь его ученик, а ты официально не развелся с его мамой. Если в школе узнаешь, что я живу с женатым отцом своего ученика, ты хоть понимаешь, чем мне это грозит? Ну, я же не знаю, что моя жена в этой своей Америке как воду канала, а без нее мне развод из-за пеки не дает. Он же несовершеннолетний. Маш, ну я, я правда, я, я занимаюсь этим, и как только она вернется, я получу развод. Ну, боже ли, из этой ерунды мы не можем быть сейчас? Андрюш, пожалуйста, не торопи меня. Давай вернемся к этому разговору после награждений. Хорошо. Ты же сам понимаешь, что я очень-очень этого хочу. Да, да. Андрей, мы закончили, машина ждет. Да, хорошо, я, я сейчас иду. Я люблю тебя. И я тебя. Ну? Привет, девчонка. Как вы? Ой, да все как всегда. Работа, работа, еще раз работа. А у тебя какие новости? Представляешь, меня выбрали учителем года. Сейчас телевизионщики приезжали, через неделю будут награждать. Вот это новость, Машка. Как же это здорово, я тебя поздравляю. Машка стала учителем года. Дай мне трубочку. Машка, привет. Да, ты умничка. Я, конечно, не очень хорошо понимаю, что это значит, но я за тебя очень рад. Все, даю сестру. Пока. Я ему потом объясню, что это значит. Машка, ты у нас молодец. Надюш, я очень хочу, чтобы вы приехали на награждение. Я очень соскучилась. А мы постараемся. Хотя у нас сейчас очень сложный период, но мы постараемся. Спасибо. Буду очень ждать. Соня, привет. Целуюсь, сестричка. Мы же постараемся. Надюш, я, конечно, тоже по Машке соскучился, но ты же знаешь, я сейчас никуда не могу уехать. Сереж, между прочим, этой лабораторией заведуешь ты. И спокойно можешь отпустить себя, да и меня тоже. Да ничего, без нас здесь не ухнет. Поручим все контролировать, Елена справится. Вы же справитесь, Элечка? Думаю, да, но если Сергей Анатольевич беспокоится… Хочешь сделать хорошо, сделай сам. Элечка, не принимайте, пожалуйста, на свой счет. Хорошо. Сереж, ну сколько лет мы с Машкой не виделись? Ты хоть помнишь? Пять лет? Ну неужели для тебя работа важнее семьи? Наденька, это бессмысленный разговор. Мы с тобой как заправские шпионы. Честно говоря, меня это совсем не радует. Есть хочешь? Честно, очень. Я сегодня даже пообедать не успела. День был такой самотошный. Так. Держи. Ты хочешь, чтобы мы поужинали прямо здесь? В твоей машине? Вот этим? А у тебя есть другие предложения? Да нет. Просто это немного… странно. Я вот с детства люблю кильку в томате. Вот именно кильку и именно в томате. Почему ты подумал, что тоже ее любишь? Ладно. Плохая идея. Хорошо, поехали в ресторан. Нет. Андрей. Я тоже очень люблю кильку в томате. Правда. У тебя есть хлеб? Да, хлеб. Ну, конечно, есть. Ха-ха-ха. Открывай. Я? Ну, да. Ладно. Ладно. Мне нравится? Нравится. Очень нравится. Маша, ты выйдешь за меня? Ну, когда это все закончится? Ну, этот развод мой. Выйду. Здравствуйте. Девушка, подождите. Здравствуйте, Валерий Петрович. Мне сказали, вы меня вызывали. Не вызывал, Мария Алексеевна. А пригласил, чтобы поздравить лично, без посторонних глаз. Без лишнего, так сказать, официоза. Все-таки официальное награждение не совсем та ситуация, где будет удобно пообщаться с глазу на глаз. Спасибо. А позвольте пожать вам нашу прелестную ручку. Мария Алексеевна, Мария Алексеевна. Мария Алексеевна, Машенька. Проходите. Люба, сделайте кофе. А может быть шампанское по такому поводу? Да? Спасибо. Мне еще на работу. Дорогая моя, Мария Алексеевна, ши же такая скучная. Не каждый же день вас приглашают в начальство, да еще по такому-то поводу. Если бы вы знали, как я горжусь тем, что вы кандидатура, которую я лично подавал в министерство, в итоге получите такое звание. Не знали, Мария Алексеевна? Да я тоже имею некоторое отношение к вашему успеху. Не знала. Спасибо. Но знаете, как-то немного странно получается, когда одной рукой награды раздают, а другой детям из малообеспеченных семей не дают возможности учиться. Да, я сам возмущен этим безобразием, но увы, к сожалению, ничего не могу поделать. Приказ пришел из министерства образования, что Мария Алексеевна… Валерий Петрович, если школе не вернут дотации, я откажусь от звания. И пусть министерство образования награждает кого-нибудь другого. В каком смысле? В прямом. Вы представляете, как я буду детям в глаза смотреть? Учитель года. Так, давайте успокоимся и не будем пороть газеты. Я успокоюсь. Так послушайте. На той неделе у меня совещание с министром. И я вам обещаю, что сделаю все возможное и невозможное, чтобы в музыкальной школе вернуть дотации. И это не просто обещание, а слово главы департамента образования. Ну и вы, Машенька, пообещайте, что церемония награждения пройдет без эксцессов и разного рода скандальных заявлений. Договорились? То есть я могу сказать учителям, что вопрос будет решен? Да, я сам позвоню Лилии Борисовны. Спасибо вам большое. Да, а также кофе, букет. В другой раз. До свидания. Спасибо большое за поздравление. Та-дам. Надюша. Поздравляйте-то, мое солнышко. Поздравляйте-то, мое солнышко. Спасибо тебе большое. Слушай, очень красиво. И к колечку очень подходит. Машка. А ну-ка посмотри на меня. Это же подарок. И не просто подарок. Машка, ты что? Что ж ты молчишь? А ну давай рассказывай. Ну а что рассказывать? Все. Я тебя завтра с ним и познакомлю. По поручению министра культуры и от себя личного, позвольте поздравить вас с высоким званием Учитель года и вручить наградную статуэтку и диплом. Спасибо. Поздравляю. От следующей поздравляю. Машу крупные планы возьму. Огромное спасибо моему дорогому учителю Иннокентию Францевичу, который поверил в меня и поддержал, когда мне было очень-очень тяжело. Спасибо вам, профессор. Спасибо вам. Поздравляю. Поздравляю. Спасибо. Здравствуйте. Марк. Привет, Маша. Здравствуй. Какими судьбами? Я слышала, ты давно в столице живешь, у тебя все отлично. Да, так и есть. Но я же не мог пропустить такое событие. Поздравляю. Спасибо. Ты не изменился. Все такая же красивая. Кто-то из великих сказал, что музыка — это язык души. От себя я хочу добавить, что если… Ты мне обещала кое с кем познакомить. Ну, потерпи немножко. Ага. Вот показать-то ты мне его можешь, ты говорила на взаиме. Угу. Вот он. Возле видеокамеры разговаривает с пиратами. Он тележурналист. Снимает репортаж на нашем телевидении. Надь! Ты сейчас его насквозь взглядом прожжешь. Ну, хватит так разглядывать. А что за мальчик рядом с ним? Петя — его сын. Мой ученик. Пойди скажи Маше, что мы ее ждем в машине. Хорошо. Значит так, сейчас снимаем уже синхрон с Тищенко и сворачиваемся. Завтра монтаж есть. Здравствуйте, Мария Алексеевна. До свидания, Мария Алексеевна. До свидания, Петенька. Новоиспеченный лауреат Мария Алексеевна Лаврова? Она, как и все мы… А он что здесь делает? Сказал, что якобы приехал на меня поздравить. Что-то мне с трудом в это верится. А мне тоже, если честно. Совсем не интересно. За будущее наших детей можно быть спокойными. Потому что если серьезно, но человек, который… Уходим, пока они обо мне не вспомнили. Угу. Красота. Какие же вы молодцы. Папа говорит, что мужчины – лучшие кулинары. Идем, кулинар. Это еще не все. Я помогу? Сиди, женщина. Твое место на сцене, а не на кухне. Пойдем. Маш, ну мне очень нравится твой Андрей. И Петечка просто прелесть. Умничка, воспитанный. И, по-моему, очень хорошо к тебе относится. А это, знаешь, как важно. Надь, Андрей хочет, чтобы мы жили вместе. Предлагает мне к нему переехать. А ты? Я тоже очень хочу, но он еще не развился. Он женат? Угу. Подожди. Ничего не понимаю. Жена Андрея два года назад сбежала в Ньюру с каким-то американцем. И с тех пор не появлялась. Ни разу не написала, не позвонила. Представляешь, бросила, сына и забыла. Андрея Ильич, чтобы развестись, а она в соцсети домой не заходит, ни на одно сообщение не отвечает, номер телефона сменил. Ну, это другое дело. Рано или поздно Андрей все равно разведется, и вы поженитесь. Так что же тебя останавливает? Ну, не прошлый же век. Ты уже взрослая девочка. И в жизни есть не только работа. Понимаешь? Ну, вот кто бы говорил. А ты с меня пример не бери. Знаешь что, я что-то устала. Хочу сегодня пораньше лечь. Я еще полчасика посижу и буду такси вызывать. А ты оставайся. Та-дам! Пап, а Маша теперь с нами будет жить? Петь, ты бы этого хотел? Да, очень. Я тоже очень. Привет. Как дела? Хорошо. Что, идем? Пойдем. Петька. Как же ты выросла. Ты просто настоящий мужчина. Привет, Миной. Ты искал меня? Я не знаю, как вы handsome мы понимаете. Что ты видишь? Пока не так скажешь... Пойдем.